Триумф теннисной королевы красоты Триумф российского тенниса на открытом чемпионате Австралии Мария Шарапова стала победительницей первого в этом году турнира Большого шлема В субботу, когда Москва еще спала, 20-летняя россиянка, посеянная под пятым номером, обыграла сверстницу из Сербии Анну Ивановича Для этого Марии Шарапове понадобилось всего два сета и полтора часа Соперницы начали матч без разведки С первых мячей пошел быстро агрессивный нервный теннис Теннисисты много ошибались и за счет этого убирали очки Однако удача в этот день была на стороне Шарапова Если в первом сете ей еще пришлось выложить у 7-5, то второй не стал для нее проблемой 6-3 и Мария Шарапова впервые в своей карьере победитель Австралии на опыт Таким образом, россиянка уже в начале сезона превзошла свой прошлогодний результат Когда здесь же, в Австралии, проиграла в финале американки Селени Виллис В Дагестане ликвидирован крупный тайник со взрывчаткой и наркотиками В доме одного жителя селения Гимры милиционеры обнаружили 1 килограмм пластины, гранаты, пистолеты и полтора килограмма марихуаны Владельцу арсенала удалось скрыться, сейчас его ищут А еще семерых участников бандформирований оперативникам искать не пришлось Выявите сами и верите в милицию с повинной Репортаж Анастасии Сейдулаевой Эти люди несколько лет скрывались на территории Унцикульского района Дагестана Семь человек во главе с лидером группы Магомедом Сулеймановым находились в федеральном розыске за совершение ряда тяжких преступлений В результате оперативной работы сотрудников МВД и ФСБ бандиты пришли в милицию и рассказали о совершенных правонарушениях Принимали участие убийство начальника милиции в районе Тоннеля Обстрел сотрудников милиции При проведении мероприятия в темном лесе были обстрелены сотрудников военнослужащих внутренних войск и сотрудников ОМОН-1 По данным МВД банда причастна к нападению на инкассаторов в 2006 году От их рук погибли 3 человека, было похищено 18 миллионов рублей На эти деньги и осуществлялось финансирование боевиков Унцикульского района В милиции заявляют, что на сегодняшний день в горах скрывается еще одна группировка Под предводительством Ибрагима Гаджедадаева Мы все хотим, чтобы вы делали правильный шаг Шли навстречу Вернулись И мы будем в рамках закона Принимать в отношении вас решение Сейчас все, кто пришел с повинной, отпущены под подписку о невыезде С ними ведутся следственные мероприятия В селении Гимры продолжается контртеррористическая операция Только за последние несколько недель милиционеры обнаружили там 6 взрывных устройств, 22 бункера и тайника с оружием Анастасия Саидулаева, Шахали Шахалиев, ТВ-центр, Южное бюро Тагестан